Коронавирусная инфекция заставила поменять привычный образ жизни многих. Работники образовательных, культурных и досуговых площадок должны работать удаленно. В домашнем режиме вынуждены получать образование школьники и студенты. Наш корреспондент Анна Троян узнала, как люберчане перешли на режим в жизни онлайн. Вместо балетного станка – стул, взамен концертному залу – домашние стены. Во время карантина у актрисы мюзиклов такой же режим тренировок, как обычно. Ежедневные занятия по хореографии и вокалу – единственный способ Александры Дороховой оставаться в форме. Я работаю в ансамбле свингом. Часто свинг – это человек, который знает все ансамблевые партии. И получается, что у тебя в три раза больше вокальных партий, в семь раз больше танцевальных партий. Поэтому мне важно, чтобы и диапазон не уменьшался вокальный, и чтобы я была в хорошей физической форме. Сейчас единственный зритель Александры Дороховой – собака барни. Правда, сложность репетиции дома без трупы облегчают онлайн-трансляции. Сегодня культурные и медийные сферы полностью ушли в сети. Артисты дают бесплатные концерты в интернете. Сами играют, сами поют, в общем, не скучают. Без моей большой ошибки и твоей я благодарен ей. Музеи вовсю проводят экскурсии онлайн. Эрмитаж на время пандемии открыл доступ к пятичасовому фильму. Увидеть 45 залов и 600 произведений искусства. Без билета. Теперь может каждый. Я давно хотела посетить Эрмитаж. И сейчас в условиях карантина мне удалось совершить прекрасное кинопутешествие в этот музей, не уходя из дома. В условиях карантина поменять привычную схему работы пришлось и тем, кто учит, и тем, кто грызет гранит науки. В Гагаринском техникуме пустуют коридоры, но зато как оживленно в кабинетах. Ребята, добрый день. Как настроение? Чтобы не допустить пробелов в учебе, для своих студентов Люберецкое учреждение ведет полноценные занятия. Выглядит как интерактивная познавательная онлайн-игра, к которой точно надо подготовиться участникам по обе стороны экрана. Включи микрофон, мы тебя не слышим. Поехал, наверное. Да, совершенно верно. Озеро Байкал. В такой форме урок природопользования кажется даже интереснее. Сложностей особенных нет. Технические оборудования у нас все в порядке. Мы готовы абсолютно к этому. Но практические навыки достаточно сложно дистанционно изучать. Самое главное – это профессии, специальности, которые дети должны руками получать. В этом есть небольшие сложности. На время карантина закрыты и школы, но подготовку к экзаменам никто не отменял. Вдали от парты выпускникам помогают как учителя, так и репетиторы. Сейчас я занимаюсь со своими учениками в скайпе. Эффективность занятий немного упала. Но так как близится экзамена, подготовку приостанавливать ни в коем случае нельзя. Современный подход к сложившейся ситуации приходится искать даже представителям власти. Так, накануне традиционную встречу с жителями Владимир Ужицкий провел с глазу на глаз, с веб-камерой. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.